Сегодня даже приводилась цитата Ломоносова о том, что физика и химия, по сути, едины между собой, это фактически одна наука, может быть, разные ее проявления. Но астрофизика, астрономия, это как бы часть физики, будем говорить. И действительно, все к нам пришло из космоса, вся периодическая система, ну кроме того, что уже человек произвел на Земле с помощью ускорителей или каких-то новых систем, все остальное пришло к нам из космоса, и все, что мы имеем на Земле, все, из чего, опять же, люди конструируют и новые инновационные материалы, и те же самые новые элементы химические, медицинские препараты. Это же все химические элементы, которые образовались в космосе. Поэтому связь тут, она прямая такая, совершенно непосредственная. Более того, даже в астрофизике, в астрономии есть такое понятие, как астрохимия, где люди изучают не только то, как произошли элементы во время большого взрыва или во время вспышек сверхновых производств, в звездах, то и как образуются молекулы, например. То есть в космосе есть очень много молекул, и их тоже мы видим, мы их изучаем. А астрофизики у нас вообще в России востребованное направление? Конечно. Много лица? Да, есть у нас, это достаточно востребованное направление. Очень много этим занимается в Институте астрономии, я точно знаю. Занимается также в МГУ, там есть специальный кафедр, который это достаточно востребованное направление. Много студентов, много молодых ребят. И, например, вот сейчас в Петербурге, когда состоялся Менделеевский съезд 21-й, в рамках него проводился симпозиум по астрономии, по астрофизике, который назывался «Периодическая таблица сквозь пространство и время». И большая часть докладов там была посвящена именно вопросам астрохимии, вопросам, как молекулы, как в звездах существуют элементы, как металлы образуются и так далее. Это очень такое серьезное направление, которое в России достаточно хорошо развито. Продолжение следует...